Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учёта». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. К вашему вниманию мы представим программу нового поколения для любого коммунального предприятия. Водоканала, теплосети, котельной, домофонной компании, вывоза мусора, кабельного телевидения, газового хозяйства, энергетической компании, управляющей компанией, ЖКХ, КСК и других организаций, работающих с населением. С помощью нашей программы можно будет даже организовать единый расчётный центр, который будет консолидировать единую квитанцию начисления от всех поставщиков услуг. Но обо всём по порядку. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь может работать под отдельным логином, который защищён паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Отдельные полномочия настроены для абонентского отдела, кассира, бухгалтера и руководителя организации. Мы зайдём под ролью «main», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Наша программа учёта абонентов используется различными коммунальными организациями, которые могут легко настроить её под свою специфику с помощью справочников. Справочники – это ваши настройки. В первую очередь нужно заполнить услуги. Именно за них будут производиться начисления. Например, если автоматизируется работа водоканала, плата с населения будет взиматься за воду и канализацию. При необходимости можно добавить и любые разовые услуги. По подключению, отключению, настройке и тому подобное. Для удобства, все разовые услуги также могут попадать клиенту в квитанцию. По каждой услуге указывается, в каких единицах она исчисляется и кто её оказывает. Например, воду измеряем в метрах кубических. Далее можно настроить справочник благоустройства. Что такое благоустройство? Это когда одной и той же услугой абоненты пользуются не на равных условиях. Например, в многоэтажках есть водопровод, а абоненты частного сектора за той же водой могут ходить на колонку. У одних установлены приборы учёта, а другие платят по норме потребления. Если зайти в любую степень благоустройства, мы как раз это и увидим, что с помощью данного справочника вы можете легко регулировать, как абонентам будут производиться начисления за ваши услуги. Будет ли начисление зависеть от показаний приборов учёта, или от количества проживающих, или от площади квартиры, или это будет общий счёт от некой обслуживающей компании-субподрядчик, которая будет распределяться между всеми жильцами. Такое бывает, например, при техническом обслуживании лифта, когда количество экстренных выездов предугадать невозможно. Продолжаем брать в пример работу водоканала. В небольших населённых пунктах благоустройством в плане пользования водой может являться всё, что угодно. Даже полив участка, водопоиск кота, мойка автомобиля можете проводить начисления за любые блага. Теперь давайте обратим внимание на нижнюю часть окна. Здесь мы показываем, какие услуги входят в добавленное благоустройство, и какие на эти услуги будут тарифы. Причём тарифы для разных групп абонентов могут различаться. Например, население будет за услугу платить меньше, чем организации. Помимо указания тарифа, здесь же мы можем внести и нормы потреблений, для случая, когда у абонента нет приборов учёта. Кроме этого, можно разделять по зонам потребления, что будет полезным для электроэнергии, когда дневной тариф больше ночного. Поддерживается даже такой сложный режим, как дифференцированный тариф, когда абонента принуждают экономить. Например, если он в этом месяце израсходовал мало воды, тариф для него будет дешевле. Теперь переходим к другим настройкам для абонента. Их вы можете разделять на различные категории и подкатегории, обслуживать любое количество населённых пунктов, принимать оплату разными способами – наличными, через банк, вплоть до киви-терминалов, связь с которыми тоже возможна и настраивается на заказ. В плане различных интеграций, наша программа может также взаимодействовать и с другими различными системами. Например, для кабельного телевидения при использовании современного оборудования цифровых подписок можно будет в нашей программе просто отмечать оплату от абонента, а цифровая подписка будет автоматически продлеваться на оплаченный период. Мы делаем всё, чтобы ваша работа была максимально удобной и комфортной. Также хотим обратить ваше внимание, что наша программа использует самые современные технологии. Например, клиентов можно будет оповещать самыми разными способами. В вашем распоряжении будет целых 4 вида рассылок – email, SMS, Viber и обзвон голоса. Да-да, наша программа сможет даже сама обзвонить нужных оппонентов и голосом, представившись от имени вашего предприятия, сообщить любую важную информацию. А теперь давайте посмотрим самое главное – работу с абонентами. Это то, чем вы будете заниматься каждый день. А чтобы вы получали еще больше удовольствия от работы в нашей продвинутой программе, мы разработали множество красивейших дизайнов. Из списка можно выбрать понравившуюся тему из более чем полусотни представленных. Итак, повседневная работа ведется в модуле. Модули – это основные учетные блоки. Главный модуль – это, конечно же, абоненты. В программе можно вести учет по любому количеству абонентов. Мы все настроили настолько профессионально, что, будь у вас хоть тысяча абонентов, хоть миллион, программа будет работать одинаково быстро. Посмотрите, когда вы заходите в абонента, программа не выводит вам тысячи и десятки тысяч записей, не вынуждает вас копаться в огромном количестве информации в поисках нужного абонента. Программа просто выводит поиск. И вы сразу, без труда, можете быстро найти любого абонента. Хоть по номеру лицевого счета, хоть по фамилии или адресу проживания. Наша программа настолько оптимизирована, что по каждому действию показывает, сколько времени занял бы его исполнение. Вот сейчас поиск нужного абонента занял миллисекунды. Это меньше, чем секунда. Это просто мгновенно. Условия поиска показываются посередине. Если здесь щелкнуть мышкой, снова откроется поиск, и мы сможем найти другого абонента. Если же критерии поиска не указаны, тогда отобразится полный реестр абонента. Наше программное обеспечение содержит уникальные методы работы с большим объемом данных, даже когда отображены тысячи абонентов. Это контекстный поиск, когда без всяких дополнительных полей ввода можно щелкнуть прямо на любой колонке и начать вводить с клавиатуры нужное значение. Например, лицевой номер. И программа незамедлительно переместит фокус на нужного вам абонента. Это группировка. Когда вы можете схватить мышкой и перетащить любую колонку наверх. Тогда все абоненты у вас будут сгруппированы по выбранной колонне. Это фильтрация данных. Когда вы хотите из всех абонентов отобразить только тех, кто, например, проживает на нужной улице. Это может быть полезно, когда вы печатаете квитанции по каждой улице отдельно, чтобы удобно было их потом разносить. Это автоматический расчет. Внизу вы сможете сразу видеть итоговые данные. По общему числу зарегистрированных абонентов, по количеству проживающих и даже по общей задолженности, так называемая сальда. Это настройка колонок. Каждый пользователь может настроить под себя свое рабочее пространство. Можно изменять ширину каждой колонны, менять их местами и даже отобразить дополнительные колонки либо скрыть ненужные. А теперь от технических преимуществ. Давайте перейдем к вопросу заполнения базы абонентов. Здесь все тоже на высшем уровне. Если на момент внедрения нашей программы у вас есть данные по абонентам в электронном виде, например, в структурированном Excel файле, можно их быстро одним махом импортировать. Нажимаете правой кнопкой и выбираете команду «Импорт». Вы видите, что импорт поддерживается из множества современных форматов. Например, выбираем Excel. Затем указываем сам файл. Далее нужно сопоставить те колонки, которые в файле, с колонками в нашей базе данных. У нас колонки, в которые можно импортировать, для удобства начинаются на «Имп» от слова «Импорт». Вы показываете, где категория абонентов, где подкатегория, имя, лицевой номер, город и так далее. В конце остается просто нажать кнопку «Выполнить», чтобы потом просто безмятежно сидеть и лицезреть, как тысячи абонентов сами дружно перемещаются в базу данных. Как говорится, бесконечно долго можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как программа работает, когда вы отдыхаете. Кроме этого, у вас будет в распоряжении и ручной способ добавления, когда в процессе работы придет новый абонент, чтобы заключить договор на получение ваших услуг. Для этого, в контекстном меню выбираем команду «Добавить». Новый абонент регистрируется очень быстро. Указываем необходимые поля, где-то вводя с клавиатуры, где-то выбирая из списка, а какие-то значения, например, лицевой номер присвоится вообще автоматически. Затем, нам нужно просто перечислить, какими услугами пользуется абонент. Например, пусть у него будет благоустройство водопровод по приборам учета. Если есть приборы учета, сразу вносим информацию по ним. Номер и последние показания. Иногда вместо номеров для наглядности счетчикам дают название в зависимости от того, где он установлен. А теперь давайте рассмотрим стандартные операции проведения начислений и платежей. Начисления бывают двух видов. По приборам учета и без них. Есть коммунальные предприятия, например, специализирующиеся на вывозе мусора, которым приборы учета не нужны, значит, им в этом плане будет еще проще. Они просто в начале каждого месяца будут нажимать на команду провести массовые начисления. Вот и все. Какое-то мгновение и по всем абонентам уже прошло начисление. Точно так же дело обстоит и с пеней. Можно массово начислить пеню злостным неплательщикам за любой период. При этом программа сама учтет, до какого числа у них было время, чтобы успеть оплатить. А теперь давайте рассмотрим ситуацию тех абонентов, для которых начисления должны производиться по приборам учета. Тут есть разные способы. Показания могут снимать контроллер. Есть даже современные приборы учета, показания с которых можно снимать автоматически. А чаще всего абонент приходит в кассу платить и сразу называет новое показание. То есть и начисление, и оплата проводятся одновременно. Для этого у нас предусмотрено автоматизированное рабочее место кассира. Выбираем действие провести начисления по счетчикам и платежи. Когда вы заранее нашли нужного абонента, сразу будете видеть информацию именно по нему. А если у вас стоит очередь абонентов с квитанцами на оплату, можно не выходить из этого окна. Просто введите номер лицевого счета, чтобы автоматически отобразился следующий клиент. Также можно использовать такое оборудование, как сканеры штрих-кодов, чтобы кассиру не вводить лицевой номер вручную, а сканером быстро считать с протянутой абонентом квитанции штрих-код. Это еще больше увеличит пропускную способность в тех пунктах приема оплаты, где это необходимо. Теперь смотрим на само окно. Если пришел клиент, у которого есть приборы учета, они будут перечислены в левой части окна. Здесь просто вводим новые показания. А в правой части окна проводим платеж, который сразу разносится по всем подключенным клиентам услугам. Все максимально быстро и удобно. Теперь, когда мы посмотрели, как легко работать с абонентами в нашей программе, давайте посмотрим, как еще легче можно формировать различные бланки и отчеты. Над списком абонентов есть выпадающее меню отчет. Идем по порядку. По каждому абоненту в случае необходимости можно сформировать акт сверки за любой период времени. Имеется массовая печать квитанции, которая, как уже говорилось раньше, учитывает текущий фильтр, чтобы квитанции можно было сформировать как по всем абонентам, так и по определенному участку или улице. Или даже печатать, исключая тех, кто и людей лишний раз не тревожить и бумагу экономить. Современные веяния позволяют коммунальным предприятиям не только печатать квитанции, а даже отправлять их в виде файлов на электронную почту продвинутых абонентам. А если абонент оставил номер мобильного телефона, можно оповещать его через смс о проведенном начислении и даже о сумме долга. И есть такие возможности посмотреть квитанцию по отдельно взятому абоненту. Обратите внимание, что юридическим лицам печатается не квитанция, а счет фактура. Бухгалтер может вывести себе реестр сформированных счетов фактуры. Также есть сводный отчет, который можно сформировать за любой период времени. В нем можно посмотреть сальдо входящее, общее начисление как в количественном, так и денежном выражении, сальдо текущее, общую сумму принятых платежей, сальдо исходящее, а также в отдельном блоке будет показана ситуация по пине, сколько в общем было начислено и оплачено именно пине. Все внутренние отчеты будут формироваться с логотипом и реквизитами вашей организации. Обратите внимание, что сводный отчет такой же гибкий, как и массовая печать питанцев. Если вы отобразили не всех абонентов, а только нужную группу, тогда вся эта аналитика будет показана именно по выбранной группе абонентов. А на закуску мы вам расскажем про дополнительные возможности нашей всеохватывающей программы взаимодействия с единым расчетным центром или его организацией. Любые начисления и платежи можно легко как экспортировать из программы, так и импортировать в программу. Поддерживаются самые разные популярные форматы. Можно учитывать все обращения от абонентов и оформлять заказ на ряды. Если у вас неограниченный бюджет может быть выделен на автоматизацию, мы вам как в банках сделаем даже связь с телефонией. Когда абонент будет звонить, у вас еще только в момент звонка сразу же будет высвечиваться кто это звонит. Вы сможете поднять трубку и сказать «Здравствуйте, дорогой Иван Иванович». Уверяем вас, что от большинства ЖКХ такого сервиса абоненты просто не ожидают. Будьте лучшими в своей области, и тогда все свойственные вашему виду деятельности склоки и ругань со стороны абонентов сойдут на нет. Также в программу у нас включен складской учет. Например, по каждому наряду вы сможете точно видеть, какие материалы и в каком количестве были потрачены, сколько и чего сейчас лежит на складе и даже что заканчивается. Кроме складского учета можно вести и полноценный финансовый учет. Это будет не бухгалтерия, а управленческий финансовый учет, который будет удобен и понятен каждому руководителю. Мы показали лишь небольшую часть из всех имеющихся в программе возможностей. А более подробную информацию вы можете узнать на нашем официальном сайте usu.kz. Свяжитесь с нами любым удобным вам способом. Звоните или пишите. Узнайте как мы можем автоматизировать вашу организацию. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно.